всем привет дорогие друзья с вами арам и сегодня я хочу с вами поговорить про новый плагин от компании w.a. production который называется put me on drums поставь меня на барабаны это авторский плагин от знаменитого продюсера k 391 многие возможно его знают как электронного музыканта и так далее если вы не знаете можете поискать в спотифа и послушать это очень известный электронный музыкант сегодня мы с вами разберем что же оно из себя представляет и в каких задачах его можно использовать для начала давайте разберем органы управления посмотрим как работает инструмент инструмент имеет очень простые органы управления сверху у нас находится и без сравнения между двумя режимами то есть вы здесь можете настраивать два разных режима потом сравнить между собой копировать under the параметры параметр рандомизации нажимая на этот параметр вы можете получить случайные порядки ручек которые могут создавать какой-то спецэффект включение выключение выходного лимитера нажимая сюда у нас вылезает вот такое окошко пресетов есть factory пресеты а также есть пресеты от самого артиста который вы можете использовать в основном именно на барабанной партии на басы синты и так далее слева и справа у нас находятся идентичные ручки первая часть обеспечивает за входной уровень сигнала вторая часть обеспечивает за выходной уровень сигнала утрируя вход уменьшая выход можно получить специфичную сатурацию внутри самого плагина центре у нас находится кроссовер с помощью которого мы разделяем на частоты сам прибор является двухполосным то есть соответственно здесь есть обработка низких частот и обработка высоких частот с каких частот начинаются низкие частоты из каких частот начинаются высокие частоты это определяется с помощью вот этого ползунка соответственно если Если здесь поставить 2 кГц, это значит, что вот этот правый High блок будет работать выше 2 кГц, а Low блок будет обрабатывать ниже 2 кГц. Здесь только нужно учитывать то, что кроме основных функций и так далее, вот в High блоке существует еще блок расширения, Dimension. Здесь нужно быть аккуратным при расширении для того, чтобы не испортить низкие частоты. Также можно отключить этот кроссовер, то есть обрабатываясь только одним блоком. Если мы будем двигать его только в правую сторону, это значит, что у нас активным является Low блок. Если мы будем двигать его полностью в левую сторону, это значит, что у нас становится активным полностью правый блок. Соответственно, таким образом у нас получаются 3 варианта обработки. Первый вариант – это кроссоверная обработка, когда у нас настраиваются низкие и высокие частоты по отдельности. Второй вариант – это только обработка низкочастотного блока. И третий вариант – это только обработка высокочастотного блока. В центре у нас находится большой ползунок под названием «Микс», который позволяет подмешивать сам спецэффект. Здесь у нас в блоке «Лоу» у нас работает режим «Панч», «Субтейл». Давайте сейчас по очереди все это разберем. Сейчас у нас работает только низкочастотный блок. Включая «Панч», он добавляет больше транзиентов. «Субтейл» – он добавляет плотности низких частот. Без и с ним. А также существует одна бендовый эквалайзер. Здесь мы выбираем определенную частоту, а с помощью этой ручки либо поднимаем, либо опускаем его. Получается это примерно вот так. Без и с ним. Давайте разберем правый блок. Правый блок состоит из двух основных параметров. Первый – это Frequency Shifter. и Dimension – это процессор расширения. Эффект подмешивания. Shift и расширение. Без и с ним. А также здесь тоже существует эквалайзер, который работает выше 1 кГц. И, соответственно, с его помощью можно сделать эквализацию высоких частот. Добавить либо убрать эти частоты. Включение и выключение самого плагина. Ну вот и все параметры. Давайте сейчас рассмотрим, в каких задачах можно применить этот инструмент. Предположим, у нас есть вот такой ритм-шот. Мы можем добавить панча. Добавить плотности. Шифтер. Расширение. Кстати, расширение можно сделать выше, ниже. Ну и пойдем каких-то определенных частот. Сделаем потише. Без. И с ним. Плагин можно использовать для обработки 808. Панч. Видите, да, как прикольно. Shellcat. Субтейл. Нужно добавить вот такую плотность. Чуть-чуть. Тут нужно расширение в высоких частотах. И подмешивать. Без. И с ним. Данный плагин можно использовать для обработки синтезаторов, других музыкальных инструментов. Несмотря на то, что он предназначен для обработки барабанных инструментов, басов и барабанной группы, в любом случае его можно использовать в отдельных задачах тоже. И, в принципе, он себя очень круто ведет. И можно подмешивать. Без. И с ним. Также, в принципе, плагин можно использовать для креативных задач. Потому что здесь, в принципе, можно получить интересные перегрузы, интересные эффекты расширения и так далее. Подводя итоги, можно сказать, что это реально очень интересный мультикомбайн. Радует его цена то, что она небольшая. И, в принципе, за такую цену мы получаем очень функциональный инструмент. Я чаще его использую на отдельных музыкальных инструментах. Особенно на клэпах, снэрах, хэтах. Если хочется раскачать какие-то сэмплы, которые сами по себе уже звучат не очень хорошо. Иногда использую его на группе барабанов. Иногда использую на других музыкальных инструментах. Этот плагин можно использовать в разных музыкальных направлениях. Но я настательно рекомендую использовать его в EDM, хип-хоп, трэп и во всех электронных направлениях. Это реально очень классный и интересный инструмент. Ну что ж, друзья. В описании этого видео я оставлю ссылку, с помощью которой вы сможете перейти и попробовать этот плагин. И самостоятельно решить, нужен вам или нет. И в каких задачах. А я обещаю, что в скором времени мы с вами встретимся и поговорим про новые интересные темы. Всем пока! Продолжение следует...